Настоящая драма между доцентом Санкт-Петербургского университета Олегом Соколовым и его сожительницей и сотрудницей, 24-летней Анастасией Ещенко, разыгралась 7 ноября. Как рассказал следствию сам Олег Соколов, Анастасия Ещенко превратилась в фурию, а скандал возник из-за его двух детей от предыдущего брака. Дескать, он хотел провести время со своими дочерями, а Настя была против, поэтому схватилась за нож. Впрочем, у родных девушки иная версия происшедшего. Брат убитой Сергей Ещенко рассказал, что Настя звонила ему накануне убийства. Около часа ночи, 8 сентября, сестра позвонила и сказала, что хотела пойти на день рождения к другу, но Соколову это не понравилось. Он стал ее оскорблять и ударил, бросив головой об пол. Я ее просил, чтобы она ушла, но она сказала, что ей сначала нужно вернуться в квартиру, потому что у нее там все вещи. Она планировала после этого перебраться в общежитие, говорит брат убитой. Знакомым Настя не раз говорила, что ей надоели эти отношения. Как установилось следствие, Соколов застрелил свою любовницу четырьмя выстрелами из обреза, затем спрятал труп в квартире, поскольку 8 ноября у него намечались гости. А утром 9 ноября Соколов попытался избавиться от тела. Сейчас Соколов находится в СИЗО, он полностью признал вину, заявив, что совершил убийство в состоянии аффекта. Адвокат намерен добиться психиатрической экспертизы для своего подзащитного. Продолжение следует...